Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, люди и роботы. Продолжается эпохальная серия приключений Немо в этом безумном жестоком мире Майнкрафта. Итак, сегодня пикселястый солнце высоко висит над горизонтом, небо безоблачно, дождя как обычно нету. Что ж, продолжим наше путешествие. И сегодня попробуем зарядить геотермальный генератор и сделать дробитель. Самую основную машину, которая только может быть у шахтера. Дробитель обладает таким замечательным свойством превращать руду в пыль. А из пыли можно делать слитки. Чем это выгодно? Из одной руды можно сделать два слитка, вместо того, чтобы переплавить руду в один слиток. Итак, нам потребуется, собственно, машинный блок, кремень, булыжники, микросхемка. Так, на микросхемку нужен кабель. Нужен редстоун. Так, нужно железо обработанное. Так, уголь, вот это, и вот это все возьмем. Так, у меня там еще осталось немного стекля. Так, пустим все железо на закаленное. Так, все, процесс прошел. Ну, а тем временем сделаю быстренькую микросхему. Да, если бы уже выпало, так просто готовить микросхемы. Так, железо плавится, плавится. Так, не будем мешать процессу. А, пойдем, сходим за магмой. Магму потребуется много. Соответственно, чем больше магма, тем больше энергии мы сможем выработать в геотермальном генераторе. Что ж, здесь раскинулись бескрайние озера магмы. Что-то я не помню, чтобы я здесь магму добывал. Видимо, кто-то приходил ко мне в гости. Ну, что ж, достанем то, что есть. Заправим свои пустые капсулы. Так, так, так. Так, теперь здесь. Ну, какой глубокий озеро. Не хотел бы я туда упасть. Хотя сюда можно поставить скин терминатора и медленно погрузиться в магму. Под классическую музыку. Ну, что ж, похоже, все капсулы пустые у меня закончились. Ну, вернемся домой. Упс. Так. Ну, пока что загружать я их не буду, потому что все равно генератор подключает ни к чему. О, тем временем у меня уже переработалось все. Так, что мне еще пригодится? Будет полезно. Так. Чего же я смотрю в этот сундук? Здесь, по-моему, еще полезного уже нет. По крайней мере, того, что мне нужно в данный момент. И вот, поколдовав немножечко над верстаком, собираем массератор. Массератор это и есть та самая наша машина-измельчитель. Ставим его вплотную, чтобы он мог питаться электроэнергией. И заправляем генератор по полной. А теперь приступаем к самому интересному отраплению. Ну, в первую очередь, перемолотим нашу руду. Железную. У нас все, у нас все одна. Работает машинка долго. Для того, чтобы процесс пошел быстрее, можно в эти слоты поставить ускорители. Железо переработалось. Давай. Переработалось. Вот, молодец. А теперь пусть им не уметь. Так, мне чего-то явно не хватает. И это резины. Осталось у нас все две штучки. Схожу-ка я наверх. Нани? Я слышу здесь где-то рядом работать генератор материи. Начинает лагать. И я не могу зайти. Эээ. Что-то... Что происходит? Ой, господи, я застрял где-то. Черт. У меня лагает. Меня пытается убить скелет. Сволочь. Ну и как теперь будет? Меня не выпускают новую поверхность. Это несправедливо. Ой, я упал еще ниже. Так, ладно, вернемся обратно. Надо бы людей опросить. Товарищи, выпустите меня, пожалуйста, наверх. Берс. Ну, сейчас его онлайн нету. Ну что ж, придется топить со спауна. И вот опять родной магазинчик. Мне опять идти по темноте. Как бы этим я и занимаюсь. Ну что ж, у меня такая небольшая, как бы это назвать, техническая неисправность. То, что я не могу выйти в свою деревню. Ой, 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 ой. Дайте выйти. Отлично. Путешествие в ночи. Вперед идем. Скелеты видим. И мимо обойдем. Ну, почему же музыка такая странная? То она есть, то и нет. А если она есть, то она такая громкая. Ха-ха, скелеты скоро сгорят в огне. Это радует. Вот здесь есть зомби. Здесь есть скелеты. Но здесь явно не хватает вампиров. Обставляете, было бы замечательно. Например, случайно сгенерированные строения в виде транселепанских замков. Внутри есть тайный склеп, в котором гроб, а внутри лежит Дракула. Однако же, если вы упадете туда ночью, то Дракула на вас нападет. Вот как этот кребаный паук. Где же там моя деревня? Ну, похоже, мой лимит в 11, 12 и 14 минут, как обычно получается. Скоро выйдет. Я за это время только до деревни успею добраться. Периодически играет. График из Дракула. Сами знаете, не ахти, кубики, квадратики. Но тормозить она умудряется порой так, что в диву даешься. У меня даже Грайзис второй так не тормозил. О, там уже выпадется чьи-то постройки. Да, это моя деревня. А эти деревья я не помню. Я садил в другом месте. Интересненько, конечно. Я точно помню, что мои деревья были посажены вот здесь вот. Рядом с этим милым домиком. Которым раньше был кузницей. Кто-то выпустил воду из грядок. Забрал магму из кузницы. Срубил мои деревья. Сволочи, почему же вы не зажгли мой дом? Хорошо, что у меня нет сына. А то бы его, наверное, тоже убили. Ой, да, я же тебе уже сказал. Так, ну, может быть, эти деревья не запревачены. Так что, я надеюсь, их владелец не обидится, что я позанюсу немножко латекса. Конечно, он не обидится, потому что он, в отличие от меня, запреватил деревья. Ну, выложим, может быть, сегодня. Так, что тут еще поменялось? Среди этих маленьких домиков. О, очередная лестница. Ну, что ж, может быть, по этой лестнице я теперь смогу добираться в свой домик и выходить наружу. Очень нерационально было селиться недалеко от спауна. Так, я уже заблудился. Идем сюда. Идем сюда, идем сюда, идем сюда. Видим крипера. Пытаемся перернуть назад. О, нет, о, нет, я зашел в тупик. О, нет, он слишком темно и страшно. Мистер Крипер, go away. Твою ж... За ногу. Так, сейчас любой мобик, даже самый безобидный. Даже курица, если бы она умела клеваться, могли бы меня убить. Куда я попал? Как мне отсюда выбраться? Эти туннели явно рукотворные. Хорошо, что здесь не стоят красные факелы. А то бы я подумал 10 раз, прежде чем туда идти. Нет, я однозначно удаляюсь от своего дома. Ну что ж, придется воспользоваться командой Home. Да. Что ж, к сожалению, моя вылазка за резиной провалилась. Ну, сегодня, пожалуй, можно будет закончить уже. Хотя засуну-ка, сюда еще руд немного крутый. На это раз золотой. Так. Еще, пожалуй, можно будет скоро заняться расширением моей территории. Чуть-чуть откопаю. Эти чудесные звуки означают, что кто-то ломится в дверь. Но так как моя дверь открыта, как обычно, значит, стучаться не ко мне. Расположение зажигалок перед входом весьма полезно и поможет беречься от зомби. Нет, не хотят меня там видеть в этом месте. Ну и ладно. А я буду сидеть за своей дверкой. Я бы еще показал язык, однако у пикселястого чувака языка, по-моему, нет. А еще там нету столбик посреди комнаты. Эта комната сродни к грязевому домику. Ну что ж, оставлю механизм выполнять свою работу и, пожалуй, закончу на этом свое видео. Сегодня получилось не так, как я хотел, но что есть, что есть. Так, всем пока. Спасибо за внимание. Да, кстати, не могу не добавить один момент к видео, как маленький постскриптум будет. Нет, не убийство зомби, а табличка с приветствием от игроков. Очень милый. Нески тебе тоже передаю привет. На этом постскриптум заканчивается и я отключаюсь.